Костюмы сменили на форму, документы на протоколы, а собрания на спортивные матчи. В довольно необычном амплуа выступили госслужащие администрации Владивостока и Приморского края. Деловые персоны, начальники и другие представители местного управления решили помериться силами не на словах и не на бумаге, а в рамках небольшой спартакиады. Второй год мы проводим эту спартакиаду. Действительно, она привлекает уже больше спортсмена, потому что в этом году добавился такой вид спорта, как волейбол. То есть уже у нас была отдельная команда по футболу, отдельная по волейболу. Я думаю, что в дальнейшем, наверное, количество видов спорта увеличится. Встречаться в соревновательном формате для работников обеих администраций не в новинку. Ведь большая часть участников так или иначе связана со спортивной жизнью в городе и крае. Вот, например, атака футбольной команды от краевых властей. Только здесь увидишь, как сам директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов обводит соперников и отдает голевую передачу. По итогу в мини-футбольном матче администрация края оказалась сильней. А это уже волейбол, и под сеткой стоит никто иной, как вице-губернатор Приморья Алексей Сухов. Со своей командой внимательно обороняется и точно атакует. Однако работники городской администрации оказываются в этом деле опытнее. Опередив соперника на две партии, коллектив муниципалитета праздновал победу. У нас было два вида состязаний по мини-футболу и по волейболу. Я постарался принять участие во всех соревнованиях, получил огромное удовольствие. Ну и считаю, что это очень важно для наших служащих своим примером подчеркнуть, что спорт для нас очень важен. По итогу таких необычных соревнований победители и призеры не остались без кубков и медалей. Но главное, что получили спортсмены, это новый опыт и понимание того, насколько важно сотрудничество между своими коллегами. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.